И поэтому не поехал в Афины на чемпионат Европы. И не был вместе с воспитанниками Романа Федоровича Кобирова в этом зале Олимпийского дворца. Не был очевидцем обидного поражения россиян от хорватов. Впрочем, хватит о боксе. О нем позже. Сейчас о роли, которую сыграл Афинский чемпионат в судьбе Малитогорской баскетбольной команды. Вас в принципе не удивил тот факт, что команда первой лиги, кредоакадемия из Малитогорска, приехала на чемпионат Европы, в общем-то почти в полном составе. Мне это очень приятно. И я думаю, что Россия такая огромная страна, но она не может не иметь хороших баскетболистов. Они будут появляться и сборная России все равно будет на виду. Поездка в Афины, которую команда получила в качестве приза от спонсоров за хорошую игру в прошлогоднем чемпионате, изобиловала встречами разного уровня. Это и общение со знаменитым земляком Михаилом Михайловым, центровым испанского эстудиантеса, с другими звездами европейского и мирового баскетбола Раджей Кукачем, Сабонисом, Марчеленисом, Волковым. Это контакты с людьми, играющими не последнюю роль в российском баскетболе, среди которых Юрий Андреевич Черников, председатель российской судейской коллегии. Наш микроматч, который за моей спиной играется, мы выигрываем с уверенностью. Пожелаем нашей сборной у греков выиграть четверть в финале. На фоне чемпионата, на фоне того, что происходит в Греции, бум баскетбольный. Что из себя представляет, на ваш взгляд, баскетбольная команда Магнитогорска? Если общественность города Магнитогорска, руководство, губернаторство, как теперь это называется, хотят иметь в городе достаточно сильную команду, значит надо не поскупиться. О том, что мы не поскупились, чуть позже. А сейчас вот о чем. Во время этой поездки решилось главное. Команда внутренне готовилась штурмовать баскетбольные вершины. Что она и сделала, буквально в первых же матчах чемпионата. Переполненные трибуны, прекрасное информационное обеспечение, а главное, качественная, скоростная игра, построенная на смене темпа и ритма. Как еще играть без центровых практически? Все это поднимало рейтинг команды в глазах соперников. Но не настолько, чтобы с ними считались сливки первой лиги. Например, коник из Тюмени, купивший 12 мастеров спорта. Они и не считались. Но когда магнитка привезла тюменцам, а это считает динамовскому дублю, около 10 очков, осиное гнездо зашевелилось. Но было уже поздно. Магнитка набрала скорость. В игре появился кураж. Тем более, что за невыход в высшую лигу вряд ли кто стал бы ругать всерьез. Команда ведь играла весь сезон практически бесплатно. Фирма Кредо, спорткомитет, академия. Вот тебе три ручейка финансовых. Разве это сравнимо с долларовыми реками, в которых моют ноги сибирские команды Тюмени, Черемхова и вся Москва? Баскетбол возрождается именно вот с этих залов, с больших, заполненных залов. Вот поиграет эта команда сезон другой, вот на этом же уровне, она застоится. Жалко будет. Ребята подрастут сейчас, все, им нужен будет шаг вперед. И этот шаг был сделан. Кредоакадемия долго шла к этой игре. Посмотрите, на площадке рядом с Зубрами, Кахельниковым, Косматовым, Дороничевым, юнцы года рождения аж 1981-го. Играют, правда, выставочный матч почти на равных. Эта игра была началом торжеств, посвященных выходу в высшую лигу. Магнитка, конечно же, не Мадрид и не Афины, а местные болельщики не Торсида и не Тифози. Но более верного, благожелательного, терпеливого болельщика, чем здесь, трудно найти. Сегодня он был награжден игрой команды образца 1997-го года. Затем состоялось вручение наград и призов. Чеками на миллион долларов или красклерами последней модели здесь не пахло. Но для многих это были деньги, впервые в жизни заработанные честным профессиональным трудом. У нас сегодня праздник впервые в истории города. Команда вышла в высшую лигу. Такого еще не знал наш город. Поэтому позвольте мне от себя лично и от главы администрации поздравить вас с этим праздником. Говорю, я надеюсь, что в следующем сезоне вы добавите техники, кладки. И это вам поможет достойно закрепиться в высшей лиге. Сейчас мы добились высокого результата. Уборная партия. Впереди у нас еще одна борьба. Это спорта дня между фирмой «Грэто» и мастерской командой «Грэто Академия». Если честно сказать, от нашей команды я другого и не ожидал. Желаю ему всем успехов. В том, что в банкете, который состоялся в клубе «Грэто», принял участие ансамбль казачьей песни и пляски, имеется свой смысл и толк. Баскетбольные атаки команды подобны казачьему наскоку, быстрому, внезапному. А среди спичей и поздравлений, сказанных тот вечер в адрес команды «Грэто Академия», выделим одно. Потому как оно связано с реализованной мечтой. У меня была голубая мечта тоже выдвинуться в лидеры какие-то, скажем, хотя бы в Москве поиграть. Но мечта не осуществилась, потому что я закончил институт и вынужден был начать работать. Я очень рад, что моя мечта свершилась через 30 лет. И баскетбольная команда института вошла в лигу. Я поздравляю вас, мои дорогие и молодые друзья. Ну а сейчас на вашем экране видеокадры, снятые любительской камерой. Это эпизоды финального боя новоявленного чемпиона России в супертяжелом весе Дмитрия Митрофанова. Наш юниор сейчас готовится к чемпионатам мира и Европы. И разговор с ним впереди. А пока несколько слов о человеке, чей вклад в успех Димы неоценим. Речь идет о директоре группы фирм «Кредо» Константине Александровиче Матвейчуке. Самые наблюдательные заметили, что и баскетбольная команда носит имя «Кредо», а потом уже «Академия». Почему боксеры любят баскетбол? Мы просто познакомились с тренером, с Кабировым. Он нас заинтересовал, команда перспективная. Мы думаем, что вытащим ее в высшую лигу. Кабиров как тренер, мы как спонсоры. Поэтому мы вкладываем в нее деньги. В настоящее время Матвейчук, попав в нелепейшую ситуацию, и я уверен, не по своей вине, находится под следствием. За участие в банальной уличной драке с провоцированной уже известными милицией людьми, он находится в неволе больше двух месяцев. Органы, как говорится, закусили у дела. Одна надежда на справедливый российский суд. Но мы сейчас не об этом, а о том, что в победе Митрофанова 90% заслуга его главного тренера Константина Матвейчука. И заслуга не только в воспитании боксера, но и человека. Вы спускаете в мир 17-летнего парня, который умеет очень хорошо драться, но с неокрепшей душой. Ответственность чувствуете? Да, однозначно. Дело в том, что вот свои 17 лет, вот на самом деле, сейчас на него уже свалилось и бремя славы, бремя известности. Но его показывают по телевизору, его фотографии на первых полосах газет. Во-вторых, то, что он работает в Кредо, ну даже непосредственно со мной его видят, знают. Это тяжело 17 лет нести, знаете, проверка на медные трубы. Иногда я его вижу 24 часа в сутки. Поэтому мне, в принципе, очень хорошо знакомы известные человеческие качества. Цель устремленности, порядочность и доброта. Ну а теперь о прямой связи между боксом и баскетболом. Вам уже известно, что Дима начинал свою спортивную карьеру именно с этой великой игры. Да, я занимался баскетболом пять лет. Жалеешь об этом? Нет. Нет? Нет. А что лучше? Лучше? Не лучше. Я просто нашел свое. Не лучше, а свое. То, что действительно мне надо. И тем более я попал в хорошие руки. К тренерам. Всех знает моих тренеров. Дмитрий Валерьевич Луньев и Константин Александрович Медведчука. Которые, ну, так сказать, можно сказать, даже вложили в меня душу. Ну и пот. Все это. Работа надо мной. Также заслуга тут не только моя. Я слышал, что в команде Кредо Академии острый дефицит на центральных игроков. С твоим ростом ты мог пригодиться, да? Да, я играл уже за сборную города. Я, по-моему, так как занимался баскетболом пять лет. Уже меня пробовали в стартовом составе. Вот. Ну и, наверное, это не мое. Просто не было такого желания играть, как вот боксировать и тому подобное. Дим, ну вот сейчас у тебя рост, наверное, 195, да? Нет, 192. Вес? Вес 98. А если бы продолжал заниматься баскетболом, ты бы подрос на 10 сантиметров минимум, я так понимаю, да? Но зато бы... Он же вытягивает баскет, да? Вытягивает. Но я, может быть, подрос, но не был мастером спорта по боксу. То, что чемпион России появился в Кредо, закономерно. Именно Кредовцам было доверено провести чемпионат вооруженных сил России этого года в Магнитогорске. Именно в Кредо воспитан прекрасный супертяжеловес мастер спорта Дмитрий Дягилев. Здесь налажена и действует отличная боксерская школа, куда увлечены сотни мальчишек с улицы. И где культивируются понятия о совести и спортивной чести. Вот в таких условиях и воспитывался Дима Митрофанов. Большой человек с доброй душой. Когда боксер раздал характер, Димка, наверное, в очереди последней стоял. С характером, конечно, тяжеловат у него характер. Вот. Ну, приходит... В смысле, что он мягкий и добрый человек, да? А что, в боксе это плохо, да? Ну, нужно иногда лишний раз заводить как-то, бывать, больше настраивать на поединок его. В боксе, особенно в супертяже, очень ценится нокаутирующий удар, как называют его в обиходе, плюха. Есть ли она у него, нет? Ну, вот этим Димой отличается. То есть, бьет, конечно, жестко. Причем, абсолютно все удары и с обоих рук. До этого какие этапы были? Это первенство вооруженных сил этого года. Димка выигрывал. Он стал победителем Кубка России. В этом году тоже. Это был второй этап отбора чемпионата мира. Ну, вот. И первенство России, мы, конечно, считали, что это самый серьезный этап. Вот Димка, значит, справился с своей задачей, но выиграл тоже. Вот. Сейчас остается хорошо отбоксировать в Венгрии. И в августе тоже нормально отодраться. Все будет нормально. Ну, такой плотный график тренировочный, что, я думаю, рецидивом звездной болезни развиться просто не удастся. Пал времени, да? Да у него характерный такой. Скромный, нормальный парень.